Добрый вечер! Вы смотрите важную тему на телеканале ТНТ ОНЕГО. Меня зовут Денис Базанков. Сегодня у меня в гостях председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Павлович Батонарщук. Добрый вечер! Здравствуйте! Геннадий Павлович, сегодня я вас позвал в нашу студию обсудить последние новости, связанные с нашей повседневной жизнью в столице Республики Карелия. Но первоначально громкая новость прозвучала из уст мэра Петрозаводска Ирины Мирошник о том, что надо бы нам маршруты подсократить для того, чтобы муниципальное предприятие «Городской транспорт» и «Отролейбусное управление» вывести на какую-то... Ну, не в ноль, как говорится, но чтобы доходы какие-то были, чтобы с концами свести. Не знаю, честно говоря, с одной стороны шокирован, думаю, что там куда еще сокращать, что там еще перекраивать. С другой стороны, вы в теме этой проблематики. Поэтому слушаю вас. Тут, Денис, говорить о какой-то прибыли муниципального предприятия «Городской транспорт» немного нереально на данном этапе. Только по той причине, что сейчас очень сложное финансовое состояние предприятия. Буквально недавно были списаны налоги, которые не платились в 2015 году. Это НДФЛ 30 миллионов рублей. Также долг перед энергетиками порядка 40 миллионов рублей. Общий долг предприятия порядка 70 миллионов рублей. Понятно, что какие-то мероприятия, которые были направлены на повышение либо как-то пассажиропотока, либо выручки предприятия. В частности, пресловутый 26 маршрут, который открылся два года назад и забрал, соответственно, полтора миллиона рублей выручки у предприятия именно городского транспорта. 26 маршрут, вот мне для понимания, я, честно говоря, им не пользуюсь, просто не пользовался никогда. Когда он, я понимаю, дублирует троллейбус какой-то номер определенный? Да, он дублирует троллейбусный маршрут 100% практически. Причем понятно, что все маршруты пересекаются. Но если сложившаяся маршрутная сеть, которая была раньше, она была своеобразным симбиозом, то понятно, что открытое что-то вновь и что-то уже выведенное на рынок буквально два года назад, соответственно, забирает и пассажиропоток, и финансы как у частных компаний, так и у муниципального транспорта. Но тут, если частные компании, они не субсидируются, не датируются из бюджета города, то понятно, что муниципальное предприятие, оно находится на дотациях, прямых дотациях из бюджета города. И, соответственно, любой провал по выручке предприятия, любой провал по финансам, которые забираются из пассажиропотока, это, соответственно, автоматически бьет по предприятию, и предприятие не вписывается в заложенный бюджет на субсидии. На данном этапе комплексно была смоделирована эта ситуация и маршрутом дублирующим, и решением ФАС о том, что это совершенно нормально, что закрытие маршрута невозможно. Соответственно, администрация, как я понимаю, пошла по пути глобальной перестройки маршрутной сети. Понятно, что сложившаяся маршрутная сеть, она удобна горожанам, но в то же время мы должны понимать, что и город разрастается, и прирастает новыми микрорайонами, определяется новая какая-то логистика. Вполне возможно, что это и выход из положения, когда при утверждении либо предложении закрытия маршрутов, изменении маршрутной сети может как-то существовать и муниципальное предприятие, и частные пассажирские перевозки. Понятно, что если это будет происходить, то, скорее всего, будет принята новая маршрутная сеть, будет объявлен конкурс, когда уже все интересанты, участники могут заявляться, участвовать в конкурсе на условиях уже конкурсной документации, которую подготовит администрация города. Но, видите, это все очень долгоиграющий, долгосрочный процесс. Но меня первое интересует, вот сразу скажу, а кто будет заниматься разработкой новой маршрутной сети? Ну, как один из вариантов обсуждали дорабочные совещания. Это же такая сложная работа. Во-первых, надо сейчас и общественное мнение услышать нам. Надо услышать горожан, потому что именно горожане пользуются общественным транспортом, и зачастую им без разницы, муниципальный это транспорт, либо частный транспорт, им важно из точки А в точку Б... И желательно без пересадок. Да, без пересадок попасть. И тут надо понимать, что очень щепетильно и подходить к разработке новой транспортной сетки надо, только по той причине, чтобы у нас не было, как вы говорите правильно, пересадок. Когда сейчас она выстроена таким образом, что из одного конца города в другой, горожанин может, купив один билет, сейчас проехать, то главное, чтобы не допустить того, чтобы это уже стоило в два раза дороже, я имею в виду, уже по двум билетам он добирался из точки А в точку Б. Но я еще раз хочу акцентировать внимание. Это все равно долгосрочная перспектива. Это процедура, это закрытие маршрутов с предупреждением за полгода сейчас по федеральному закону, разработка новой транспортной сетки, обсуждение с горожанами удобности, удобства вот этой новой транспортной сетки. Но проблема сейчас гораздо более остро стоит на самом предприятии муниципальном, потому что при параметрах, уже предварительных только параметрах, которые администрация готовит, бюджета, на следующий год у нас от 10 до 20 миллионов рублей это максимум, что мы можем направить на предприятие, которое только в нынешней ситуации с 70-миллионным долгом и требует 120 миллионов рублей. Я помню, что там всегда 150 суммы были, 140 миллионов. Ну, даже были суммы около 250 миллионов рублей, это как раз тот период. Был эксперимент, да, 10 рублей. Как раз когда был эксперимент, из бюджета было переведено порядка 250 миллионов рублей на предприятие, но сами понимаете, вот сейчас отголоски вот эти 30 миллионов рублей, они опять пришли на предприятие в виде неоплаченного НДФЛ. Нет, мы видим отголоски этого эксперимента, пресловутого 10-рублевого проезда, о том, сколько я в этой студии с бывшим мэром разговаривал. На самом деле, если в любом случае, это социально значимый вид транспорта, любой абсолютно транспорт, да. И мы тут должны взвешенно подходить. Если у нас есть социально незащищенные граждане, которые требуются в льготе, и депутатский корпус не раз предлагал рассмотреть именно субсидии на человека, это на социальные, например, бесплатные проездные для определенных категорий, на определенную сумму. Но мы не можем сейчас выйти. Понятно, что электротранспорт убыточен, что себестоимость сейчас, которая заявлена на предприятии, это больше 30 рублей, а фактически ездят они по 20. И мы вынуждены датировать вот эти 10 рублей. Это в любом случае все упирается в деньги, если сказать очень просто, да. Будут деньги, значит, будут субсидии. Нет денег, нет субсидий. Дальше мы можем посмотреть на подвижной состав муниципального предприятия, это беда. Второе, мы будем спасать это предприятие, но я понимаю, что я буду заходить в троллейбус и видеть небо периодически в каких-нибудь маршрутах, потому что это так и есть. Денис, ну, возможные формы предлагаемой администрации, возможно, это будет акционирование предприятия, возможно, это будет выставление предприятия, маршрутов предприятия также на конкурсной основе с обновленной подвижной техникой. Сейчас администрация всеми силами, всеми возможностями изыскивает средства, но тут нам не обойтись ни без поддержки республики, ни без сокращения финансирования каких-либо направлений жизнедеятельности города, других. Тут каждый должен... Надо понимать, что электротранспорт, это в нынешних условиях, это дорогое удовольствие. Но республике-то зачем эта лишняя нагрузка, опять же? Ну, тут надо комплексно подходить. Мы должны понимать, что если сейчас у нас предприятие проплатит за электроэнергию порядка 8 рублей, то наши соседи ближайшие платят порядка 3 рублей. Опять мы опять будем ргить Купера им все. Если говорить о вот этих составляющих, это всего лишь те песчинки, из которых складывается вот этот песчаный замок, который рано или поздно сейчас песочный, который рухнет, вот не сегодня, не завтра. Но надеемся все-таки на то, что сейчас ситуацию как-то надо решать вот именно разово сейчас, а стратегию уже рассматривать предложение администрации, предложение общественности, предложение депутатов городского совета. Может, это будет совместный проект с республиканской властью, потому что в ряде регионов, например, в том же Мурманске, там дотации идут из областного бюджета, а не из городского бюджета на такого рода мероприятия, вот на электротранспорт. Но все-таки мы должны понимать, что решение очень ответственное, что надо принимать решение о спасении сейчас предприятия и о предложении дальнейшего развития вообще общественного транспорта в городе Петрозаводске. Очень много нареканий на срывы расписания. Понятно, что нам уже не обойтись, и сейчас технические средства позволяют это все-таки рассматривать единую диспетчерскую службу на базе либо муниципального предприятия, на базе мэрии. Но это опять же финансирование определенное и довольно-таки большое необходимо для того, чтобы наладить такого рода работы. И сейчас будем выходить комплексно. Либо это предложение инвесторов смотреть, либо предложение совместных проектов с Республикой Карелия. Но проблему надо решать, и надо решать сейчас. Потому что именно сейчас параметры бюджета будут вноситься. Сейчас будут рассматриваться на сессии городского совета параметры. Сколько денег будет выделяться на дотационные предприятия, и откуда их снимать. Геннадий Павлович, время наше подходит к концу. Последний на сегодня вопрос. Потому что мы вернемся к городскому транспорту. Хотел уточнить столичный статус. У нас вот в этом направлении, мы громко говорили все, а что-то куда-то движется. Ну на самом деле сейчас работа и в республиканском правительстве ведется в том же направлении, что и в администрации города. А сейчас измеряются параметры бюджета. Начали деньги все-таки считать. Конечно, начали считать деньги. Мы надеемся на то, что то количество поддержавших принятие такого закона горожан, оно все-таки будет важно для уже главы республики Карелия Артура Ильича Парфенчикова. И возможности республиканского бюджета совместно с федеральными, наверное, субсидиями позволят надеяться на выделение все-таки финансов на столичный статус. Пока мы надеемся. В любом случае сейчас мяч у Артура Олеговича и сейчас его решение именно выносить это на решение Законского собрания, либо не выносить это, будет уже лично его решение. Мы надеемся, что то количество горожан, там это больше 50 тысяч человек, которые активно проявили свою гражданскую позицию, все-таки будет хорошей поддержкой для Артура Олеговича в Законсобрании. Ну что ж, я опять же подмечу, надежда последняя умирает. На этом я сегодня предлагаю закончить. Напоминаю, у меня в гостях был председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Павлович Боднарчук. Вы смотрели важную тему на ТНТ. Анига, всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова